Здорово, бандиты! Мы решили выбраться в выходные в заслуженные в честь моего дня рождения в Бандику гулять. Катаемся по дорогам дружественной Эстонии и решили потестить подарок от моей любимой жены. Конкретно Глупрошку пятую, герой черный, по идее она должна снимать все гораздо лучше, чем Ксионька, хоть я ее тоже и люблю. Но еще плюс к этому должна еще и звук писать погоднее, потому что раньше выходил очень схитряться, записи звука отдельно на айфоне, потом все это дело смешивание в каком-нибудь видеоредакторе, и хоть видосы выходили редко, все равно это такой процесс затруднительный. Может быть с Глупрошкой все это будет легче, может оно и попрет, если же она одобрит, в общем посмотрим, как оно самое. Граница не пережила, но в ней не никакой приятно. В очередной раз эстонцы, переколбасив немножко процедуру прохождения, сделали ее еще более удобной, еще более удобной, чем у дружественных новинов, в которых ездят не в пример больше наши сограждане, что приятно здесь, приехав границу, ты практически не встречаешь машину с российскими номерами, потому что они все, наверное, на Нарве заканчиваются, а в Нарву можно пешком пойти, не обязательно на машине проходить границу. Так что вот такие вот дела. В Далин собрались скататься буквально на два денька, погулять, в музейчинники и быть забежать, да и просто так поотдыхать, потому что на новой работе трудовые будни, конечно, гораздо более напряженные, чем предыдущие, так скажем. Мы проехали недавно большое количество ветрогенераторов и до сих пор, честно говоря, не смогли понять, по какому принципу одни из них вертятся, другие нет, потому что, по идее, больше энергии, это ничего плохого, она оправлена, они практически все в одну сторону, при этом некоторые вращаются с нормальной скоростью, а некоторые на одном месте стоят. Почему? Тоже мне особо понятно, потому что погуглить, как все это работает, каждый раз для себя в голове напоминаю о том, что надо что-то погуглить, а в итоге забываю это сделать, и потом к следующему разу только начинаю это все дело скоминаться. Кстати, из-за изобретений, которых у нас в России на дорогах нет, тут помимо гребеночки, которые находятся в седине дороге и мешают вам выезжать куда-когда не надо, и добавляю вот такую вот противную вибрацию по всему салону на встречную полосу, есть еще и такие штуки, которые намалеваны через равные интервалы на дороге в виде кружочков или квадратиков, и знаками напоминается то, что нормальная, удобная дистанция для педы будущего автомобиля, это две такие точечки, например, но здесь они все постирались, уже херам собаки, конечно, потому что как только появилась надпись на обочине, что эта дорога построена при поддержке Евросоюза, которая в Эстонии отступила, не охуели арты лет назад, дорога стала сразу хреновее, что, в принципе, вам говорит о том, что в Союзе делать все-таки нечего, если вы хохол, то вообще и зря вы туда в принципе перейдетесь, лучше в Крым съездите, на здравницу Крыму, в Анапу там куда-нибудь, или еще куда-то, ты не уверенешь, что в Анапу в Крыму, ну, ладно. Птиц перелет, Никита летят, Леша, все такое, я думаю, что, может быть, что-нибудь еще поснимаем в Таллине, потому что по дороге-то все довольно однообразно, но пристойно и красиво, как, в принципе, у всех европейских странах, а там уже дальше будем смотреть. Короче, если вы любитель снимать или смотреть на города сверху, то в Таллине вот есть такая офигенная штука, называется «Сталинская телебашня», она высотой метров, наверное, смотри, площадка 200 с лишним, 314, говорит жена, ну, а с нее прям вообще все видно, мы туда сейчас думали, что не полезем, и там прям вообще все как на ладони, все очень хорошо, и ехать сюда, конечно, немножко юморойно, потому что автобус ходит сюда, у них в машине раздавило, автобус ходит сюда из центра города, один номер 34А, хозяйки на заметку, а можно как бы и это, и своим ходом, если вы вдруг на машине, но это может быть сложно, потому что все перекрыто под часть ремонта, и добраться не очень-то легко, вот тут даже схема кит-спана, а этом находится он с той стороны, он с той, ботанический сад городской, где можно позалипать в разноцветные растения, есть, конечно, вам это интересно, если вы девочка или педик там, или не знаю, кто еще. У самой телебашни стоит раритетная хрень, которую помнят только самые старые, это бочка с квасом, точнее, из-под кваса, но тут ничего же не поддается, потому что это часть выставки о путешествии во времени, в советскую ежедневную жизнь, в которую вообще никто из тех, кто сейчас, наверное, живет и старше 40 лет в жизни бы не захотел никогда возвращаться, поэтому, кроме бочки с квасом, здесь ничего такого культурно интересного, мне кажется, нет. Вот она, советская ежедневная жизнь через стекло, точно как у тебя дома, правильно, россиянин? Вот это хоть пиздежом попахивает, не могу себе представить, чтобы у кого-то была такая клевая точила, переделанная из Маскаля в советское время, велики там, да, велики, да, магазин советский, где продавщица тебя разве что нахуй не пошлет, иногда и пошлет, это тоже, да, а вот машина что-то не по теме. Вы можете спросить, а почему внезапно посередине парка какая-то бумажка про советский БТР-70, и он сам тут стоит, в принципе, весь, а все очень просто, потому что эстонцы все еще помнят 91-й год, и то, что тогда творилось на территории постсоветского пространства, и оставили его как мемориал такой, написали, что находится на вооружении преимущественно стран, которые выдавались после развала Советского Союза, видимо, им это словосочетание прям очень-очень дорого. А вокруг все нормально, все чина для детей, ну, телебашня там, все дела, ну, как положено. Чтобы вы понимали, Эстония это не только телебашня и современная Европа, но еще и, блядь, большой кусок Советского Союза с полузабросами, с растущим мхом, с дверями из советского магазина и всем таким. Почему это как бы оно все соседствует с своеменными домами в одном из самых элитных районов города, пирита, пирита, не знаю, как правильно, и все как-то нормально уживается. Возди башенька клевая стоит, только разобранная наполовину. Мы добрались до музея, называемой Летная гавань, которая находится в здании бывшего ангара или гидросамолетов, это военно-морской и просто, в принципе, морской музей Эстонии. Он состоит из нескольких частей, самая большая как раз-таки вот здесь. Сейчас попытаемся у него забуриться, посмотреть, что там показывают. Там вдали уже видно подводные лодочки всякие, буи и всякое такое. Так что предсказания-то сидят на него у меня прям самые-самые радужные. Это как титры из «Звездных войн», только наоборот. Поднимаешься по лесу и сочетаешь историю создания музея. Это же, по-моему, дико прикольно, если ты, конечно, можешь подниматься по лесу, читать и не наебнуться. Тем более, если на эстонском читать. А сам музей – во! Цените, какая херня под потолком в качестве освещения. Вообще, весь музей здоровый. Тут есть ебаная подводная лодка целиком, на которую можно еще и залезть. Дети прям лопят, просто радуются. Здесь все военно-морское и просто морское. Внизу пол оформлены, как карты глубин. На стенах разные корабли в разрезе. Прямо очень чинно. Можно даже в кафешке сидеть сверху и залипать на все это. Лодка – это 20-й век. А есть тут еще и пример вообще 16-го. Это корабль, который достали из одного из проливов недалеко от Таллина. В 85-м году и построен он был аж в 16-м веке. Осталось от него не очень много чего. Но в таком виде его достали, подняли. Тут есть фоточки о том, как он надлежал, как его нашли, подняли и все остальное. Его теперь поставили в музей, как один из образцов начала кораблестроения эстонского. Кажется, что этот буй должен быть чертовски зол. А на самом деле он не очарователен. Просто он черный. Из-за этого его не все любят, наверное. Ну, наверное, как в твоем родном городе. Мы тут залипали в висящей воздухе буер. Пытались понять, как вообще у него надо садиться и как им рулить. А потом видели, что рядом висит здоровенный, в котором рулят москвича вколбашенный. Вообще-то можно вдвоем сидеть довольно комфортно. И попивать даже свой любимый алкогольный напиток. Потому что на такой хрени вообще, мне кажется, там не ссыкатно в море. Тут нашлись поморские сани, на которых, может быть, еще в 19 веке лупить 80 км в час по льду. А выглядят они вот так вот. То есть, ну, как бы, ну да, наверное. У меня заказывает сомнения в том, что слово оптимист вообще тут обозначает что-то хорошее. По-моему, все, что называется этим словом, это какая-то недоделанная хуйня. Яхта класса оптимист это вот такое вот. Но только оптимист может назвать вот это яхтой. Я бы в это, наверное, бы и не сил даже. У него руль из ДСП сделан. Если ты думаешь, что когда-нибудь видел большой буй, то нет, нихуя, вот это вот большой буй. Вот такая вот хрень, 10-метровая примерно, она плавает в море вертикально и показывает всякие морские опасности кораблям. Но чтобы во всей этой сигнализации разобраться, что вот эта вот мирная рюмка барменская значит, надо дохай научиться мореходному делу. Ну и, конечно же, куда же без арты. Название пока еще не выяснено, но похоже на какую-нибудь советскую или французскую. Даже не знаю, эти куда эстонцы брали свое вооружение, кстати. Наверное, советская еще. Арта оказалась советская. Называется ЗСУ-57-2. И аж в пятернг году была создана. А я думал, что это тоже что-то более-менее современное. Но смотрится, конечно, нормалек. И это даже не столько арта, сколько зенитная самооходная установка. То есть больше к самолетикам всегда прямо бахать. Тут есть всякие красивые арты на стенах, которые издали смотрятся нормально. Вблизи такая-то дичь. Бинокль с того самолетик вылезает. Самолетики опадают. Арты все с кривыми писюнами. А внизу вообще какой-то черт в костюме рыболовецком с удочкой смотрят на все это охуевает. Ну вот, корабль ушел. Ну, полезли на подводную лодку. Я думал, где день застряну, потому что я ищусь в рюкзаком. А место тут как бы не до хайна. И ступеньки, кстати, кривые. Немножечко. Ой. Это люк. Темно не хайна не видно. Ой, господи, еще совсем. Как что прорезают-то мужики? Здоровенные. О, а что у них внутри довольно уютно? Пускается вот прям в торпедный отсек. И сверху есть большой люк, в который сейчас видно небо. В нормальное время неба не видно. Оно для эвакуации с первого отсека. И с первым, последним, по-моему, обычная эвакуация проходит. Дети голодят просто как суки. Вот в кают-компании вообще комфортно. И можно даже жить. Диванчики тут прикольные. Столики есть, все остальное. Даже, в принципе, пожрать можно. Ну, как нормальный такой номер на каюте. Но все остальное, конечно, тесно. Фу-пиздец. Везло быть каким-нибудь капитаном или первым помощником, то вот и спилот на таком вот. На этом вот ты будешь жить, пока не охуеешь, собственно говоря. А дальше тут уже моторный отсек пошел. И все такое. Здесь уже можно сильно не пригибаться. Тут не так низко. Если нечто, вон ту вот круглую дырку для перехода между отсеками. Здесь работает как-таки двигло. Двигло, которое и всю эту штуку толкает. Тут куча-куча разгадчиков, настроек. Все такого. И все написано на перемешке русского и эстонского языка. У подводной лодки из музея оказалось есть прадедушка. Вот так вот она выглядит. Это, конечно, копия, не оригинал. Потому что деревянная уже все погнила давным-давно. Но построена она была еще в середине 19 века. И я что-то по ней даже что-то подумали читал. Хотя тупо, которое я читал, было все-таки в России. Сознает первое эстонское. Вот такая вот кругленькая, милая, деревянная. И зацените, как заебись все сделано. Здесь детская площадка сделана из буев, которые показывали всякие глубины и всякие морские хитрости. И то же самое, что у телебашни. Везде все очень клево и круто. Здесь дети катаются на жопе. Совсем маленькие, с кораблика, с горки импровизированной. И там стоит маленький маяк, по которому можно позалипать, полазить. И вообще куча всего для детей. И дети вроде не вандалиживают ничего. Идут себя вполне пристойно. Сидеть в стильных кепках. Все как надо. Мы сейчас полезли на самый верх, где капитанская рубка. И где все это должно быть видне, как сидит капитан. О, вот он штурвал, который плохо видно сквозь стекло. Но, видимо, внутрь разобраться нам не судьба. А вот оно море. Вот оно, Балдийское море. Таллинский залив, куча корабликов. Порт, там вот вдали стоят паромы, которые ходят по имущественной Финляндию, в Стокгольм, там всякое такое, через море, короче. Ну, а Финляндия, она где-то, ну вот, в ту сторону километров 80, наверное. Отсюда не видно. Там хорошая погода, говорит, в Сталинской телебашне, видно немножечко Хельсинки. Субтитры сделал DimaTorzok